This conference will now be recorded. 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 меню командировок, потому что очень часто возникает необходимость отправить сотрудников в командировку. Вот здесь мы рассматриваем, как правильно это сделать. Ну и десятый модуль – это перевод перемещения. Рассматриваем, чем перевод отличается от перемещения. Также все виды переводов имеют отличительные особенности. Вот здесь мы их с вами рассматриваем. Одиннадцатый модуль посвящен оформлению разных видов отпусков. Будь то ежегодный оплачиваемый отпуск, дополнительный оплачиваемый отпуск. Еще у нас есть отпуск без сохранения. Есть отпуск по беременности и родам. Есть отпуск по уходу за детьми. Есть учебный отпуск. В ряде случаев этот отпуск оплачиваемый, в ряде случаев нет. Каждый отпуск имеет свои особенности. Здесь мы их рассматриваем. Ну и двенадцатый модуль. Мы рассматриваем разные виды увольнений. И тема сегодняшнего вебинара у нас как раз посвящена одному из оснований для увольнения. Это увольнение по сокращению численности или штата. В рамках нашего вебинара мы с вами рассмотрим, какие ошибки чаще всего совершают работодатели. Ну то есть на что в первую очередь обратите внимание. То есть разберем с вами порядок увольнения по данному основанию. А также кого нельзя уволить. Потому что в числе ключевых ошибок это когда работодатель увольняет тех сотрудников, которых уволить нельзя. И не учитывает преимущественное право. То есть вот что такое преимущественное право, как его учитывать тоже с вами разберем. И также какие гарантии предусмотрены законодательством. И какие компенсации работнику при увольнении по данному основанию нужно выплатить. Это увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2 части 1 ст. 81 Трудового кодекса. И обратите внимание, как называется сокращение численности или штата. То есть когда это сокращение численности, когда это сокращение штата. Под сокращением численности мы понимаем сокращение нескольких штатных единиц. При этом сама должность, должностная позиция в штатном расписании остается. А сокращение штата понимается упразднение должности в штатном расписании. То есть из штатного расписания должность убираем полностью. И, например, у нас может быть менеджер по работе с клиентами. Пять штатных единиц. Если мы оставляем две штатные единицы, то в данном случае, а саму должность оставляем, речь идет о сокращении численности. Если мы полностью убираем менеджер по работе с клиентами, то это будет сокращение штата. Совершенно понятно, что сокращение численности или штата работодатель рассматривает как меру улучшения работы, потому что сокращение работников непременно, да, это связано с сокращением работников, это не только изменения в штатном расписании, а в данном случае позволяет оптимизировать затраты на персонал. Но рисков много, потому что это наиболее сложная кадровая процедура. Чаще всего работники обращаются в суд и требуют восстановить в должности, потому что работодатель нарушил именно саму процедуру увольнения. Поэтому мы с вами рассмотрим сам процесс увольнения по данному основанию и как работодателю минимизировать риски. Что необходимо сделать, чтобы правильно уволить сотрудника по данному основанию? Во-первых, нужно определить, является ли сокращение численности или штата массовым, потому что есть такое понятие, как массовое увольнение. Если сокращение численности приводит к массовому увольнению, то это влияет на срок уведомления профсоюзной организации и службы занятости. Далее нужно планировать сокращение численности или штата, несмотря на то, что работодатель самостоятельно принимает решение, какие должности будут в структуре, какое количество штатных единиц будет в структуре. Так или иначе, всегда возникает вопрос, почему вы именно сокращаете данные должности. То есть, с одной стороны, это решение работодателя и его право. Это право никто у него не отрицает. Но если, например, дело доходит до суда, то так или иначе приходится каким-то образом эту процедуру обосновывать. Ну, например, снижением выручки, сокращением рынков сбыта и так далее. А внедрением новых технологий, и теперь нам не нужно такое количество работников. То есть, так или иначе, вопросы такие возникают. Поэтому эту процедуру нужно планировать. С одной стороны, у нас должны быть какие-то экономические обоснования проведения данной процедуры, не потому что мы хотим от кого-то избавиться, а потому что есть определенные предпосылки. Кроме этого, если у нас, например, 5 менеджеров по работе с клиентами, а мы должны оставить 3, то по какому принципу мы должны понять, кого из этих 5 мы должны уволить, а каких 3 мы должны оставить. Вот в данном случае при планировании процедуры сокращения мы можем учесть преимущественное право работников, ну и, так скажем, не уволить тех работников, которых мы увольнять не имеем права в силу требований статьи 261, потому что есть прямой запрет на увольнение определенных категорий работников. Также планирование процедуры позволяет работодателю своевременно издать приказ. В приказе, собственно, можно будет указать про учет преимущественного права работников. Также необходимо при планировании сокращения будет внести изменения в штатное расписание, уведомить службу занятости о предстоящем сокращении. Срок уведомления напрямую зависит от, является ли данное увольнение массовым или нет. Также нужно уведомить работника о предстоящем сокращении. По общему правилу за 2 месяца мы должны уведомить. Закон предусматривает возможность досрочно расторгнуть трудовой договор с работником в связи с сокращением. Статья 180, тоже разберем это. Кроме этого, если работников мы увольняем в связи с сокращением, то необходимо будет предложить работнику другую имеющуюся у нас работу. Если работник соглашается, работу можно предлагать любую, в том числе и ниже стоящую, ниже оплачиваемую. Если работник соглашается, то необходимо его переводить по общему правилу перевода. Если работник отказывается, то в данном случае речь уже пойдет об увольнении. Еще бывает такое, что у работодателя попросту нет вакансий. Но в случае возникновения спорной ситуации действительно нужно будет доказать, что у работодателя этих вакансий не было, что они действительно отсутствовали. Предлагать надо все имеющиеся вакансии с учетом квалификации работника. То есть только ту работу, которую работник в силу имеющейся у него квалификации, в состоянии выполнить. То есть предлагать работу, которую он не может выполнить, например, по состоянию здоровья, мы не можем. Но это может быть абсолютно любая позиция. Более того, я обычно рекомендую предлагать все вакансии, какие есть, потому что на суде может неожиданно выясниться, что финансовый директор всю жизнь мечтал быть уборщиком производственных помещений. А вы, собственно, лишили человека такой мечты, не предложили ему данную вакансию. Первая проблема заключается в том, что не все вакансии предлагают. Это один из факторов риска. Вторая проблема предлагаю только один раз. Так как мы уведомляем сотрудника о предстоящем увольнении за два месяца, на данный момент вакансии нет, но, может быть, через месяц кто-то из сотрудников уволился. Поэтому самый последний момент, когда рекомендуется провести аналитику, собрать, есть ли у нас вакансии или нет, прямо на дату увольнения. Потому что, увольняя сотрудника, вы можете, например, в штатном расписании обнаружить какую-то свободную ставку, которую вы сотруднику не предложили. Поэтому освобождается должность, мы должны предлагать. То есть не так, что один раз предложил и больше не предлагаем. Поэтому предлагают не все вакансии. Предлагать вакансии надо только те, которые работник в силу квалификации может выполнить. И только в данной местности. То есть предлагать в другой местности мы не можем. Но вот из судебной практики могу сказать, что работодатель в Москве имел несколько представительств. То есть компания, зарегистрирована в Москве, несколько представительств. Это обособленные структурные подразделения. И работодатель предлагал сотрудникам только вакансии в том представительстве, точнее в основном офисе, где и сотрудник числился и работал, но при этом не предлагал вакансии в других представительствах в этом же регионе. Но и в результате суд посчитал, что работодатель предложил не все вакансии. Поэтому смотрим, какие есть вакансии в данном регионе. Важно это определить категории работников, которые не подлежат сокращению. Статья 261. И также учесть преимущественное право. Профсоюз. Если есть профсоюз, то в данном случае нам потребуется согласие профсоюза. Ну и далее идет процедура увольнения. То есть если сотрудник отказывается от предложенных вакансий, либо нечего предложить, вакансии попросту отсутствуют, в данном случае речь уже пойдет об увольнении. С выплатой работнику всех причитающихся ему пособия, то есть выходное пособие. Тоже рассмотрим, в каком объеме сотрудник получает данное пособие. Ну и далее все. Мы расторгаем трудовой договор, выдаем сотруднику трудовую книжку на руки, если она на него ведется, бумажная, либо форму СТДР. Ну и также подаем отчет в пенсионный фонд о том, что сотрудник уволился. Так вот, важные моменты, связанные с сокращением. Во-первых, это является ли сокращение массовым. Критерии массового увольнения определяются в отраслевых или территориальных соглашениях. Но у нас есть московское трехстороннее соглашение, например. Массовое увольнение работников может осуществляться лишь при условии предварительного, не менее чем за три месяца в данном случае срок предусмотрен, уведомления в письменной форме выборного органа профсоюзной организации. Это статья 82. И статьей 82 предусмотрено, что при принятии решения о сокращении численности или штата работников индивидуального предпринимателя, ну то есть о возможном расторжении трудовых договоров с работниками, в соответствии с пунктом 2.81 статьей, работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом выборному органу первичной профсоюзной организации. Не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. А в случае, если решение о сокращении приводит к массовому увольнению, то не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. Необходимость уведомления у нас также есть и в законе о занятости номер 1032-1. Там есть статья 25 закона 1032.1, которая обязывает работодателя при сокращении численности или штата не позднее, чем за два месяца. Если речь идет о ИП, индивидуальном предпринимателе, то не позднее, чем за две недели. Предприниматель тоже может проводить сокращение. В этом случае он обязан уведомить работников о предстоящем сокращении не за два месяца, а за две недели. До начала проведения соответствующих мероприятий. В письменной форме нужно сообщить в службу занятости за два месяца. То есть по общему правилу это за два месяца мы уведомляем службу занятости. Как сказано в законе, самой формы уведомления, что эта форма уведомления должна содержать? Должность, профессию, специальность, квалификационные требования, условия оплаты труда каждого работника, то есть два месяца. В случае, если решение о сокращении может привести к массовому увольнению, то службу занятости, так же как и профсоюз, работодатель должен уведомить за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. Ну, собственно, если мы посмотрим на документы, на нормативку, мы увидим, что применительно к процедуре сокращения трехмесячный срок законом установлен для сообщения о предстоящем массовом увольнении профсоюз и службу занятости. Вот если массовое увольнение, то профсоюз и службу занятости нужно уведомить за три месяца. Для предупреждения работников в этом случае, ну, если оно является массовым, закон такого требования не устанавливает. Ну, то есть в том же законе о занятости, в статье 82, мы этого не найдем. Поэтому независимо от того, является ли увольнение массовым, работники должны быть предупреждены за два месяца, то есть не позднее, чем за два месяца, альпы – это за две недели до предстоящего сокращения. Что касается критерий массового увольнения, есть постановление с обмина, но оно уже не действует, то есть сейчас правильнее использовать московское трехстороннее соглашение. Вот если ликвидируется компания, в которой работало более 15 человек, и все они уволены, вот это считается массовым, уволено более 50 человек за 30 дней, уволено более 200 человек за 60 дней и более 500 человек за 90 дней. А еще такой критерий, как сокращается 1% трудящихся в регионе с общей численностью экономически активного населения более 5000 человек. Ну, то есть такие цифры действительно, если отраслевыми соглашениями, территориальными соглашениями такое предусмотрено. Так вот, первое, важно понимать, является ли увольнение массовым, и важно понимать, за какой срок нужно уведомить. Если массовым, еще раз напомню, профсоюз и службу занятости за три месяца, работников за два. Если это не массовое увольнение, в данном случае всех уведомляем за два месяца. И П, соответственно, за две недели. Документы основания. Совершенно понятно, что руководитель имеет полное право менять организационную структуру по собственному усмотрению. Ну, то есть это его право определять количество подразделений, количество должностей в этих подразделениях. Ну, то есть обязать его не сокращать, да, закон не может. Ну, потому что это его компания. Собственники, да, принимают данное решение. Однако на практике в суде возникают такие вопросы, а почему вы проводили сокращение? Потому что, как правило, если компания наращивает масштабы деятельности, весьма сомнительно выглядят данные сокращения. Вот что можем использовать в качестве основания для проведения сокращений. Это расчеты планово-экономического отдела, если есть такие. Результаты нормирования труда. Это может быть решение вышестоящего органа об оптимизации численности. Также это любые документы, подтверждающие сокращение сбыта, сокращение, точнее, спад производства, сокращение выручки, прибыли. Ну, то есть у нас есть, так скажем, экономические предпосылки. То есть такая необходимость объективная сокращать штат присутствует. Далее уже на основании принятия соответствующих решений вносятся изменения в штатное расписание. Напомню, если увольнение не является массовым, то приказ о внесении изменений в штатное расписание мы сдаем заранее, чтобы успеть работников за два месяца уведомить под подпись. В любом случае решение о сокращении должно быть оформлено письменно. То есть это может быть приказ генерального директора. И в соответствии с данным приказом уже мы запускаем саму процедуру сокращения. Что важно? Важно учесть преимущественное право. Преимущественное право, то есть какие категории работников не подлежат сокращению. Комиссия сможет более полноценно это преимущественное право учесть. Прямого ответа на вопрос, каким образом определяется более высокая производительность, потому что сказано, что при равной производительности, например, преимущественное право отдается лицам с семейными обязанностями. А как понять производительность? Потому что прямого ответа в законе действительно у нас нет. Как определяется более высокая производительность труда и квалификации в Трудовом кодексе, этого тоже нет. Однако в Трудовом кодексе у нас есть определение квалификации. И квалификация это уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы. Сказано в статье 195.1. Следовательно, для решения вопроса об оставлении на работе принципиально важное значение будет иметь уровень образования работника. То есть работник с высшим образованием будет иметь преимущество перед работником со средним профессиональным образованием. Так же, как с более высоким разрядом перед работником с меньшим разрядом. Так и конкретные результаты работы тоже учитываются. Например, достижение определенных показателей, определенных результатов в работе. Стаж на конкретной должности также будет иметь значение при выборе работников, которые подлежат оставлению на работе. Вообще, на практике, решая вопросы производительности труда работников, которые подлежат сокращению, работодатель чаще всего исходят из субъективного мнения, которое сложилось о том или ином работнике во время выполнения им определенных служебных обязанностей. Обращу лишь внимание на то, что союз и, между словами, производительность и квалификация, то есть с более высокой производительностью и квалификацией, а некоторые суды воспринимают буквально. То есть требуя, чтобы у выбранного работника были лучше оба эти показателя. Это создает сложности при желании избавиться от неэффективного сотрудника. Ведь образование у менее эффективного работника может фактически оказаться лучше, чем у более работоспособного коллеги. Потому что у работоспособного коллеги, который показывает высокие результаты труда, может быть высокий KPI у сотрудника, он достигает поставленные цели, но при этом у него может быть образование ниже, чем у малоэффективного сотрудника, который не справляется с поставленными задачами. И вот эта вот производительность и квалификация суды действительно воспринимают буквально, это создает определенные сложности, если речь идет о сокращении. То есть нам придется учитывать и работоспособность работника, производительность и его квалификацию. А какая еще допускается ошибка? Это возраст. То есть при принятии решения, при решении вопроса о выборе сотрудников, которые подлежат сокращению, ни для кого не секрет, что многие работодатели в первую очередь рассматривают в качестве кандидатов именно пенсионеров по возрасту. Ну, дескать, они уже получают пенсию, а значит, без средств к существованию не останутся. Однако данная категория работников тоже имеет право на труд. Причем такой же, как и, собственно, все остальные работники. Следовательно, сократить их можно только в порядке, который установлен закон. В соответствии с Конституцией, каждый работник, который у нас проживает на территории России, имеет равное право на труд. Любое ограничение в труде, как при приеме на работу, так и при увольнении в связи с возрастом, считается у нас дискриминацией. То есть, труженики, которые у нас пенсионного возраста достигли, в рамках закона обладают равными правами со всеми другими категориями работников. И согласно нормам действующего законодательства, увольнение пенсионера по сокращению в связи с достижением пенсионного возраста у нас, по сути, не допускается. То есть, мы также должны учитывать и квалификацию, и производительность, то есть, возраста, внимание мы принимать не можем. Но если вакансия пенсионера подлежит сокращению, например, в силу производственных процессов, то есть, мы сейчас используем более прогрессивное оборудование, новую технологию, данная должность нам уже не актуальна. То есть, в силу производственных процессов это называется, то тогда расторгнуть трудовой договор с данной категорией сотрудников вполне допустимо. То есть, у нас в этом случае будут обоснования. Важно, что пенсионеры в силу нормы закона, то есть, в силу требований закона, являются такими же работниками, как и все остальные. И в отношении пенсионеров применяются те же самые нормы трудового законодательства в полном объеме, как и ко всем остальным работникам. Поэтому, что важно, если у нас будет комиссия по сокращению, эта комиссия сможет более полно учесть преимущественное право и понять, кто имеет это преимущественное право, а кто нет. Комиссия назначается приказом руководителя, и решение комиссии можно оформить, например, протоколом. В состав комиссии, как правило, включаются кадровые работники, профсоюз, юрист, потому что юристы тоже нам помогают в этом. Это, опять же, в числе рекомендуемых шагов. Они у нас, как бы, в законе прямо не прописаны, но целесообразно это сделать. Кто имеет преимущественное право, определено в статье 179 Трудового кодекса. Это семейные сотрудники при наличии двух и более иждивенцев, лица в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком, работники, которые получили профессиональное профзаболевание или увечья в процессе работы у данного работодателя, инвалиды боевых действий, работники, повышающие свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы. Ну, то есть, если работодатель отправлял сотрудника на повышение квалификации, то в данном случае это уже создает основу для преимущественного права. Ну и также нововведение от 7-го, 10-го. Это родителю, который имеет ребенка в возрасте до 18 лет, в случае, если другой родитель призван на военную службу по мобилизации. Кроме этого, кроме статьи 179, коллективным договором при его наличии могут предусматриваться и другие категории работников, которые пользуются преимущественным правом на оставление на работе приравной производительности и квалификации. Ну, вот пример приказа о создании комиссии. Например, в связи с проведением сокращения и определением преимущественного права приказываю создать комиссию для определения категории работников, не подлежащих сокращению. Далее указываем должности, кто входит в состав данной комиссии. Далее поручить комиссии в срок определяется работодателем, так чтобы успеть уведомить всех, далее провести необходимые мероприятия по сокращению и результатом работы комиссии у нас может быть список сотрудников, увольняемых при сокращении численности. И далее указывается категория работников, которые подлежат сокращению. То есть комиссия поработала с каждой категорией, более того, информируются сотрудники, что при наличии указанных обстоятельств, наличие детей, когда нет в семье других работников самостоятельным заработком. То есть у всех работников есть, так скажем, время, чтобы предоставить в отдел кадров подтверждающие льготу документы. И далее при равной квалификации комиссия уже принимает решение, кого оставить на работе, кого нет. Принимая решение, очень важно учитывать требования статьи 261, то есть кого нельзя уволить. Нельзя уволить беременную женщину, но беременная женщина вообще не подлежит увольнению по 81 статье, кроме как пункта первого, это ликвидация организации. Женщина, которая имеет ребенка в возрасте до трех лет, одинокая мать, воспитывающего ребенка инвалида в возрасте до 18 лет, одинокая мать, воспитывающего ребенка в возрасте до 14 лет, другое лицо, воспитывающее указанных детей без матери, а также родитель, который является единственным кормильцем ребенка инвалида в возрасте до 18 лет, либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, которая воспитывает трех и более детей. Это вот кого вообще нельзя уволить, то есть без учета преимущественного права. То есть эти категории работников мы сразу убираем из списка, а далее смотрим преимущественное право, то есть в отношении каких работников, учитываем все особенности, обстоятельства и все это делает комиссия. В данном случае у нас будет как раз список работников, которые сокращению подлежат. И далее мы уже эти категории работников должны уведомить о предстоящем сокращении, если это не массовое увольнение за два месяца и предлагать им другую имеющуюся у нас работу. Подчеркну, предлагается ли сообразно не один раз, а несколько раз и даже накануне увольнения тоже есть смысл посмотреть, не освободилась ли какая-то должность и предложить уже непосредственно накануне увольнения, если есть что предложить. Гарантии компенсации работникам при сокращении определяет статья 180 Трудового кодекса. Предложение другой имеющейся работы, персональное предупреждение под роспись не менее чем за два месяца до предполагаемого увольнения, а также статья 180, предусматривает возможность списанного согласия работников расторгнуть с ними трудовой договор до истечения срока окончания предупреждения об увольнении с выплатой работнику дополнительной компенсации в размере среднего заработка, который исчислен пропорционально времени оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении. Так, например, если срок увольнения за два месяца уведомления сотрудников, понятно, что два месяца, может быть, и работы уже нет, и сотрудники все равно вынуждены ходить на работу. В этом случае статья 180 предусматривает возможность их письменного согласия уволить их по этому же основанию, но только ранее окончания этих двух месяцев. То есть нам для этого что потребуется? Письменное согласие работника. И при этом, если, допустим, дата увольнения у них 1 декабря, они, например, раннее окончание срока предупреждения об увольнении увольняются 1 ноября, они все равно свой средний заработок за декабрь получают. Но не считая, опять же, тех компенсаций, которые полагаются работникам при увольнении по сокращению численности или штата. С 13 августа 2020 года были внесены изменения в Трудовой кодекс. Четыре основных изменения внесли в статью 178 и 318. Так вот, какие это изменения? Изменения в плане выплат работникам. Первое изменение – это закрепили принцип пропорциональной оплаты периода, когда сотрудник не трудоустроился на новую работу. Ну вот как это, собственно, происходит. Если мы сотрудника сокращаем в конце декабря, сотрудник получает всю зарплату, которая ему причитается, плюс компенсация за неиспользованный отпуск. И далее мы ему считаем средний заработок за январь. Далее сотрудник не устроился в январе на работу, не устроился в феврале, также за январь он уже средний заработок получил. Далее он приходит к нам в марте, и мы ему еще заплатим за февраль. Но бывает так, что сотрудник устроился на работу 15 февраля. 15 февраля, следовательно, за февраль мы ему должны не за весь месяц за февраль, а только с 1 по 15 февраля мы ему должны средний заработок. Вот ранее этого принципа не было. Вот теперь принцип пропорциональности. Работодатели это использовали и ранее, но рискуя, опять же, нарваться на неприятности. Сейчас принцип пропорциональности закрепили в законе. То есть если сотрудник трудоустроился в середине месяца, то за часть месяца ему предыдущий работодатель выплачивает средний заработок только за тот период, пока сотрудник еще не трудоустроился. Во-вторых, изменили срок, в течение которого сотрудник должен обратиться в органы занятости. Ранее это было 2 недели. То есть сотрудник должен встать на учет службу занятости в течение 2 недель. Сейчас этот срок немного изменили. И сейчас это 14 рабочих дней с даты увольнения. Ну то есть чуть увеличили этот период времени. Также установили срок для обращения за средним заработком. Вот раньше эти сроки закон не определял. Вот мы заплатили сотруднику за январь. Он в декабре уволился, заплатили за январь. В какой срок он должен к нам обратиться, чтобы мы ему еще заплатили за февраль? Вот в законе это определено не было. Сейчас это определено. Сотрудник должен подать письменное заявление не позднее 15 рабочих дней после окончания 2 месяца со дня увольнения. Если мы ему за январь уже заплатили, в феврале он не устроился, он должен обратиться к нам с писенным заявлением не позднее 15 марта. Рабочих дней, то есть мы считаем, это может быть позже 15 марта, потому что речь идет 15 рабочих дней. Таким образом, срок этот теперь определен. Также заявление за 3 месяц необходимо подать, здесь уже требуется решение службы занятости, тоже не позднее 15 дней после окончания 3 месяца. Так, например, если он и в марте не устроился, то он должен обратиться, ну, грубо говоря, не позднее 15 апреля, но рабочие дни считаем. За этот период он должен получить решение службы занятости. Вот после принятия решения органом занятости, то есть службы занятости, сотрудник должен не позднее 15 дней после окончания 3 месяца со дня увольнения к нам обратиться. Работники северяне, они, ну, скажу так, что они получают больше средних заработков, чем работники средней полосы, то есть они имеют право получить выплату за 4, за 5 и за 6 месяц. В данном случае северяне могут подать заявление на выплату среднего заработка не позднее 15 рабочих дней со дня окончания 2 и 3 месяца, а 4, 5 и 6 необходимо подать заявление после принятия решения органам службы занятости, то есть за 4, 5 и 6 требуется решение органов занятости, не позднее 15 рабочих дней. Ну, соответственно, после окончания 14, 4, 5 и 6 месяцев. Также установили срок, когда работодатель должен произвести работнику соответствующие выплаты. А вот выплатить средний заработок работодатель обязан не позднее 15 календарных дней, то есть работник не позднее 15 рабочих дней, а работодатель не позднее 15 календарных дней, после получения, соответственно, от работника заявления. Также есть еще и четвертое изменение. Это работодателю предоставили право выплатить сотруднику вместо среднего заработка единовременную денежную компенсацию. Ну, то есть не выплачивать так за каждый месяц, работодатель может выплатить единовременную компенсацию. Сразу подчеркну, что это не очень удобно работодателю, потому что мы выплачиваем сотруднику только в том случае, если он не трудоустроился. То есть работодатель, который сократил работника, как бы берет на себя расходы на тот период, пока сотрудник ищет новую работу. Ну, и выплачивает ему средний заработок, соответственно. И мы не знаем, в какой период сотрудник устроится. Если мы его уволили в декабре, он может в январе уже найти новую работу. А может в начале февраля найти, или в начале марта. Поэтому не всегда удобно выплачивать именно сразу единовременную денежную компенсацию. Но если речь идет о ликвидации организации, вот если организация уже находится в процессе ликвидации, то тогда нужно выплатить единовременную компенсацию до завершения процедуры ликвидации. Почему? Ну, потому что для ликвидации были предусмотрены те же правила, что и при сокращении. В результате сотрудника увольняли, выплачивали за один месяц. А когда он приходил за зарплатой за второй месяц, организации уже не было. Ну, и, собственно, обращаться было некуда. Вот теперь, если организация в стадии ликвидации, она обязана выплачивать вот эту единовременную денежную компенсацию. Ну, и также есть еще у нас постановление Конституционного суда 2019 года. Изменили порядок расчета выходного пособия. То есть, как мы делали раньше. Мы считали средний заработок, исходя из рабочих дней. Если сотрудник уволился в декабре, мы брали количество рабочих дней в январе, и за количество рабочих дней в январе ему выплачивали. Вот Конституционный суд посчитал это нарушением конституционных прав работников. Ведь если сотрудник бы у нас работал, он за январь получил бы заработную плату в полном объеме, потому что наличие выходных и праздничных дней не позволяет работодателю платить меньше. Но если сотрудника сократили, то получается, что мы ему и зарплату сократили. Вот Конституционный суд считает, что так делать неправильно, поэтому выходное пособие такому работнику мы считаем следующим образом. Количество рабочих дней или часов, если почасовая у нас оплата, в первом месяце после увольнения, также мы учитываем и праздничные дни со дня, которые следуют за днем увольнения. И далее, то есть мы не сокращаем теперь зарплату работника на том основании, что в этом месяце у нас есть нерабочие праздничные дни. Более подробно вопрос с увольнением мы рассматриваем на кадровой работе первый уровень. Также мы проводим кадровый аудит. Это кадровая работа в современной организации уровень третий. И еще я про сокращение подробно рассказываю на уровне пятом. Вот одна из популярных дипломных программ это специалист по кадровому делу производства. Туда входят все пять уровней кадровой работы. У нас их пять уровней кадровой работы. Поэтому я на дипломную работу вас, коллеги, тоже приглашаю. Напомню, что курс у нас стартует 22.11. Режим обучения вторник, четверг, пятница с 18.30 до 21.30. Также у нас есть группа по субботам. Первый уровень кадровой работы это 4 суббота. И я вас приглашаю на кадровую работу. Основной курс это все-таки первый уровень. И в первом уровне мы рассматриваем все ключевые вопросы. Не только по увольнению, но и по приему на работу. По переводам, отпускам. То есть очень много интересных вопросов. Поэтому вы приобретете дополнительные компетенции. И в плане локальных нормативных актов научимся осуществлять правильный прием на работу. Работать с персональными данными. Правильно применять дисциплинарное взыскание. Мы рассматриваем очень интересные кейсы, связанные с увольнением. Например, увольнение за прогул. А также рассматриваем с вами предоставление сотруднику отпуска, перевод и увольнение. Формы у нас есть разные. И очное, очно-заочное. И даже индивидуальное обучение. Также есть такой формат обучения. Называется открытое обучение. Это когда вы самостоятельно прослушиваете курс и задаете вопросы преподавателю. Кроме дипломной программы, у нас еще есть разные комплексные программы, куда входит кадровая работа уровень 1. Две популярные дипломные программы. Это руководитель кадровой службы и специалист по кадровому делу производства. Также есть еще курс повышения квалификации специалист по кадровому делу производства. И есть более коротенький курс. Туда входят 5 уровней кадровой работы. Это специалист по кадрам, рассчитанный на 88 часов. Коллеги, это все, что я вам хотела сказать. Очень надеюсь увидеть вас на наших курсах. И готова ответить на ваши вопросы. Спасибо, коллеги, вам, что были с нами. Спасибо. 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 Спасибо.